Обрабатывающая промышленность региона растет из года в год. Итоги развития индустрии в 2014 подвели в профильном министерстве. Индекс промышленного производства на 2% превысил уровень прошлого года. В области запущено несколько новых производств. Создан около 2,5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Подробнее о достижениях индустриального сектора в сюжете нашего корреспондента. Одной из самых успешных и развивающихся в области предприятий немецкая компания Bosch. На территории Саратовского района уже налажено 4 крупных производства. В том числе и открывшийся в этом году в Энгельсе завод по изготовлению промышленных и бытовых газовых котлов. Это уже готовая продукция. Я хочу особо обратить внимание на вот эту строчку. Bosch отопительные системы Энгельс России. Это сделано в России, сделано в Энгельсе. Мы будем снабжать российский рынок. Также в число крупных предприятий, открывшихся на территории нашей области в этом году, вошли завод «Северсталь», «Центролит» и «Эрликид» в Балакова. В результате запуска этих производств были созданы тысячи рабочих мест. А сумма общих налоговых поступлений в бюджет Саратовского региона составила более 600 миллионов рублей. По словам профильного министра, на сегодняшний день отраслевое производство занимает ведущую позицию в развитии промышленного потенциала области. И эти показатели в дальнейшем будут только расти. Индекс промышленного производства, он будет положительным. И я уже несколько раз подчеркивал, что самый основной итог, что приоритетные отрасли промышленности – это обрабатывающие производства. И они занимают в промышленности области 60 и более процентов. Вот эти отрасли у нас растут динамично – более 10%. Это достаточно высокий показатель. Новые рабочие места и прибыль в областную казну принесет и будущий авиационный завод по производству легких транспортных самолетов. Возможность размещения его на территории региона обсудили на встрече губернатор области и директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Новое предприятие может функционировать на промышленной площадке бывшего Саратовского авиационного завода. У нас, прежде всего, есть люди, которые здесь в ожидании всего этого проекта. И было бы очень здорово, что мы, консолидировав А, сегодня ваши возможности, наши желания, определенные людей, мы создали бы эту часть, пускай по выпуску малых самолетов всего, от 12 до чем-то межрегиональных, но это было бы событие века. На территории бывшего САЗа общей площадью более 8 тысяч квадратных метров сохранилась вся инфраструктура и коммуникации, а также места под взлетно-посадочную полосу. По словам министра промышленности, руководство «Ростех» примет окончательное решение по запуску завода в первом квартале 2015 года. Все, так сказать, необходимые данные, приезд экспертов, мнение экспертов в «Ростех» представлены. «Ростех» осуществляет сейчас выбор площадки. Дальнейшие наши действия без окончательного решения по выбору площадки сейчас просто не будут. Мировые санкции против России коснулись работы промышленных предприятий области. Вопросы импортозамещения иностранной продукции Министерство региона решает уже на протяжении нескольких месяцев. По словам специалистов, политическая ситуация в мире по-разному скажется на предприятиях нашего региона. И, к сожалению, часть их будет вынуждена сократить свои производства. Примеры этому в нашем регионе уже есть. Полипропилен, который был ориентирован целиком на импортное сырье, но не по своей вине ориентирован, нет в России просто. Но таких немного будет. В основном наши предприятия применяют или материалы, или комплектацию, или оборудование. Да, будут определенные трудности по этим направлениям. Но все равно есть решение, как обходить это. Главное все-таки, я считаю, чтобы финансовая политика государства, она была стабильной и понятной. Работа по индустриальному развитию региона продолжится и в следующем году. В планах на 2015-й запуск производства по выпуску грозовых магистральных электровозов в Энгельсе. Немецкая компания Bosch начнет производство отопительных радиаторов. Кроме того, на территории нашего региона начнется строительство завода по выпуску гидротурбинового оборудования для ГЭС. Александр Филин, Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.